Уровень Амура у Хабаровска продолжает расти. Река перешла отметку неблагоприятного явления. Чего ждать горожанам в ближайшие дни? Сейчас расскажем. Уровень Амура повышается каждый день. В субботу, 10 июля, в Хабаровске ожидается прохождение гребня-паводка. Сотрудники администрации следят за ситуацией и уже развернули насосные станции. На сегодня у нас на Вилюйской 20 и на прибрежной 140 установлены уже насосные группы. Если вдруг вода, потому что она может перекачиваться, пойти, можно уже включать. Люди там уже дежурят. Также в районе Красной речки следят за состоянием улицы Архаринской. В зоне риска подтопления и участке на Ремесленной, Флегонтово и Богачёво. Там сейчас устанавливают насосы и дежурит группа специалистов. Сейчас уровень Амура у Хабаровска 460 сантиметров. Река перешла неблагоприятную отметку. Опасная 6 метров. На выходных уровень будет еще расти, но не достигнет 5 метров. Напомню, по прогнозам ждали 5,5. На следующей неделе начнется падение уровня от 50 сантиметров до полутора метров. В потенциальной зоне подтопления в июле находились более тысячи дачных участков на Левом берегу и Амурских островах. В Хабаровске уже открыты два пункта временного размещения, готовые принять граждан в случае опасности. Сегодня у нас был объезд администрации города, прокуратурой города. То есть проехали, посмотрели все объекты. Ну, все на сегодня, все спокойно. Поэтому можно как бы на сегодня спать спокойно. До спада Амура в крае продолжается круглосуточный мониторинг уровня воды. Силы и средства приведены в режим повышенной готовности. Игорь Сукачев, Василий Ермаков. Смотри Хабаровск. Да, Паводок теряет силу. Причин тому несколько. Часть воды уходит в притоке Амура. Также нет подпитки реки в виде сильных дождей на большой территории. В ближайшее время они также не прогнозируются на всей протяженности Амура. От Забайкалья до Хабаровского края. Продолжение следует...